Уважаемая Вера Фёдоровна, Игорь Олегович, уважаемые депутаты, сегодня мой отчёт проходит не в том формате, что были в последние годы, это, конечно, в более узком кругу. Ограничения из-за пандемии у нас действуют для массовых мероприятий, и мы, безусловно, обязаны соблюдать их тоже. Если охарактеризовать современный Краснодар одним словом, то это слово будет «движение». Наш город стал одной из главных точек притяжения в стране. Новыми краснодарцами ежегодно становятся десятки тысяч жителей самых разных регионов России. А сам город уверенно движется вперёд. Да, темп развития в некоторых отраслях нужно, конечно же, нам увеличивать. Но нужно продолжать бороться с теми проблемами, которые нам с вами мешают. Мы приняли в прошлом году два основополагающих для Краснодара документа, которые даёт чёткое представление к тому, к чему мы будем стремиться в ближайшее десятилетие. Это, соответственно, и генеральный план города Краснодара, и стратегия социально-экономического развития города Краснодара до 2030 года. Обсуждения проекта генерального плана проходили в беспрецедентно открытом формате. Мы задействовали онлайн-площадку для сбора замечаний и предложений. В разных районах города организовали 40 экспозиций, проекта и круглые столы вместе с разработчиками. В результате мы получили около 5 тысяч замечаний и предложений от жителей. Все они были проработаны нашими специалистами. К воплощению в жизнь генерального плана мы уже приступили. Для этого вносим изменения в том числе вместе с вами и в правила землепользования и застройки и приводим их в сегодняшнее соответствие. Это большая кропотливая работа, которая очень нужна для развития нашего города Краснодара. Говоря, конечно, о будущем, мы должны не забывать о прошлом. Я хочу отметить нашу совместную в этой части работу и поблагодарить вас за поддержку, потому что буквально в прошлом году мы включили с вами программу развития и наши памятники культурного наследия. Все объекты, которые находились у нас на балансе муниципалитета, сегодня они финансируются. И, соответственно, мы делаем проектные изыскательские работы для того, чтобы сохранить историю города Краснодара. Конечно, для того, чтобы воплотить в жизнь все наши планы, нам необходима прочная финансовая база. Доходы города Краснодара в 2020 году с учетом краевых и собственных средств составили 38 млрд 127 млн рублей. Это выше плановых показателей на 1,6%. Всего в городской бюджет у нас поступило собственных доходов 17 млрд 510 млн рублей. А вклад города в консолидированный бюджет Краснодарского края у нас составил 92 млрд 400 млрд рублей. Это почти на 3 млрд больше той запланированной цифры, которая у нас была. Отдельно хочу выразить слова благодарности губернатору Краснодарского края, Венеу Ивановичу Кондратьеву и администрации Краснодарского края за финансовую поддержку. Благодаря ей мы смогли удержать темпы строительства социальных объектов, развивать общественный транспорт, продолжать ремонтировать дорожный фонд. Таких темпов создания социальной инфраструктуры, которую набрал сейчас Краснодар, не было много десятилетий. Начиная с 2017 года мы построили, реконструировали, выкупили и открыли 12 школ и 20 детских дошкольных учреждений. Социальный конвейер работает уже не первый год. Только в 2020 году были построены у нас 4 школы и 2 детских дошкольных учреждения. Еще один детский сад перевели из частной собственности муниципального, отремонтировали, сегодня он уже работает. Всего на баланс города из разных источников мы приняли 10 дошкольных образовательных учреждений. Это та важная тоже составляющая в развитии социальной сферы. Мы помним, когда в Краснодаре была достаточно низкая демография, очень много объектов социальной инфраструктуры, школ, детских дошкольных учреждений, объектов культуры. Они передавались в разные источники для того, чтобы уже не были обременением непосредственно и не стояли на балансе города Краснодара. Сегодня мы испытываем в этом острую потребность. Вот за, можно сказать, буквально несколько последних лет 9 новых дошкольных, старых дошкольных учреждений вернули в муниципалитет. Сегодня они ремонтируются. Это еще одно подспорье в развитии той важной для нас составляющей. Также после капитального ремонта заработала начальная школа «Перспектива» у нас в Пашковском жилом массиве. Сейчас в стадии строительства находятся 9 школ и 6 детских садов. Уже разработаны проекты и получены положительные заключения по 4 школам и еще 5 детским дошкольным учреждениям. С тем ежегодным приростом населения, который мы видим в Краснодаре, конечно, пока этого недостаточно. Но в ближайшие 3 года мы намерены снять остроту нехватки в местах школ и, соответственно, детских дошкольных учреждений. Такую программу максимум я ставлю перед своей командой. С созданием новых учреждений возникла необходимостью комплектования школ и детских садов профессиональными педагогами. С такой задачей мы тоже вместе с вами справляемся. Также мы выполнили поручение президента обеспечения всех учеников начальных классов города бесплатным горячим питанием. В юбилейном микрорайоне ввели в эксплуатацию спорткомплекс с бассейном, а также физкультурно-оздоровительный комплекс. Я не сомневаюсь, что это будет пользоваться большой популярностью среди жителей юбилейного микрорайона. Но мы в первую очередь намерены тиражировать такие проекты по всем микрорайонам города Краснодара. Мы проделали большую работу по ремонту учреждений культуры. Из-за пандемии мы помним, что в прошлый год они были все закрыты, и мы воспользовались этой возможностью и отремонтировали на 36 объектов 19 муниципальных учреждений. При решении о строительстве того или иного объекта мы часто сталкиваемся с нехваткой земли в городе Краснодаре. Откровенно говоря, для этого нам не хватало, вы помните, свободных территорий. Поэтому мы развернули масштабную работу по возврату земельных участков в муниципальную собственность. За последние 4 года удалось вернуть 321 земельный участок. Общая площадь сегодня вернувшихся уже в муниципальную собственность земельных участков составляет 416 гектаров. Сквой вклад вносит и безвозмездная передача земельных участков от застройщиков и изъятие этих земельных участков в судебном порядке. В парке «Солнечный остров», «Микрорайоне Гидрострой» и «Фестивальном» вернули в городскую собственность участки, которые в дальнейшем станут новыми точками притяжения для горожан. Отдельно хочу остановиться на Карасунских водоемах. Чтобы придать им статус прудов, мы проделали длинный путь. Уже после завершения земельно-правовых процедур мы сможем благоустроить, очистить водоемы, а затем создать вдоль них единую пешеходную прогулочную зону. Я еще раз хочу подчеркнуть, что все земли, которые мы возвращаем, используются только в интересах города и только с учетом мнения краснодарцев. Один из ярких примеров – это создание Вишняковского сквера на земельном участке, который мы вернули недавно в муниципалитет. В прошлом году мы завершили вторую очередь. Сейчас это одно из самых любимых мест отдыха краснодарцев. В целом, по благоустройству, нам удалось в прошлом году реализовать несколько крупных проектов. Буквально с нуля мы сделали бульвар Приозерный в Комсомольском микрорайоне. Заново создали Дмитриевский сквер на берегу Покровского озера и школьный бульвар в юбилейном микрорайоне. Реконструировали сквер имени 75-летия Великой Победы в хуторе Ленина. В год 75-летия Победы появился мемориальный комплекс у нас с защитником Пашковской переправы на улице Заводской, на месте, где в августе 1942 года шли ожесточенные бои. Также к празднику Победы мы отреставрировали все 34 памятника военной истории. Начаты работу по благоустройству еще четырех зеленых зон, которые горожане выбрали первоочередными у нас уже непосредственно в 2021 году. Это сквер Мариинский по улице Октябрьской, городской сад Сосновый в поселке Березовом, сквер имени Льва Толстого в Славянском микрорайоне и бульвар Героев-разведчиков между улицами Черкасской и имени 40-летия Победы. Завершилось формирование земельного участка под благоустройство бульвара Николаевский. Этот проект мы планируем реализовать в течение двух лет. По поручению губернатора вместе с жителями мы подготовили проект сквера в молодежном микрорайоне. Напомню, 4,5 гектара этой земли тоже у нас в прошлом году были возвращены в муниципальную собственность. Завершаем возвращение участков народного парка в Комсомольском микрорайоне. Здесь появится полноценная тоже зеленая зона, которую ждут местные жители. В целом мы основательно взялись за реформу городских парков. Так на солнечном острове мы вернули земли парка, горожанам освобождаем территорию этого парка от незаконных построек. Наша цель вместе с краснодарцами сделать все парки красивыми, комфортными, отвечающими современным требованиям. Мы приобрели большой опыт в плане благоустройства. Его может оценить каждый на сегодняшний день Краснодарец в своем микрорайоне по тем зеленым зонам, которые мы уже привели в порядок. Теперь нам предстоит придать новый современный вид всем паркам. Но это дело, конечно, ни одного года, ни одного дня. Каждому такому проекту будет предшествовать его детальное обсуждение. И, конечно же, будем прислушиваться к мнению жителей и экспертов. Разумеется, движение вперед невозможно без решения проблем с дорогами. Краснодарские пробки не должны быть одним из символов нашего города. Без качественных и безопасных дорог невозможно и дальнейшее развитие нашего муниципалитета. Всего в 2020 году мы отремонтировали 69 участков городских дорог общей протяженностью 75 километров. И даже досрочно обновили 6 участков, которые входили уже в план у нас, соответственно, 2021 года. В вопросе финансирования дорожного строительства существенную поддержку нам оказывает администрация Краснодарского края, а также Федерация через национальный проект «Безопасные и качественные дороги». В прошлом году мы впервые прибегли к новому источнику финансирования. Мы разместили облигационные займы. Нам удалось привлечь в бюджет города дополнительно 1,6 миллиардов рублей. Эти средства направлены исключительно, как мы с вами договаривались, на ремонт наших дорог. Мы определили ряд участков, подлежащих ремонту. Некоторые из них я сейчас назову. Это улица Черкасская и улица 40 лет Победы. О ней достаточно много у нас было обращений жителей. Конечно, на сегодняшний день на слуху еще и улица Домбайская. Она идет следующая у нас в плане. Сейчас идут проектно-изыскательские работы. И уже непосредственно, я думаю, что в следующем году мы эту дорогу тоже отремонтируем. Старый почтовый тракт. Она поможет нам разгрузить в какой-то степени западный обход. Это дорога, которая пойдет напрямую к Утару-Капанскому. Соответственно, Константина Образцова в фестивальном микрорайоне. Улица Автомобильная. Тоже о ней много. На сегодняшний день идет обращение со стороны жителей города. Конечно, она послужит важной такой артерией, связывающей улицу Московскую, соответственно, и Ростовскую трассу. Развитие улично-дорожной сети связано с развитием отрасли пассажирских перевозок. И несмотря на кризисный год, нам удалось сделать прорыв в этом направлении и запустить, я считаю, два важных проекта. Благодаря поддержке губернатора Краснодарского края впервые за 20 лет в Краснодаре началось строительство новой трамвайной ветки. С первых чисел января этого года ведутся работы по улице у нас Московской. На очереди еще две новые трамвайные линии. Мы сейчас занимаемся проектами планировки межевания. И, конечно, в скором времени уже приступим к проектированию по улице Восточно-Круглюковский, то есть ввести в Восточно-Круглюковский микрорайон и микрорайон гидростроителей. Кроме того, в Краснодаре уже поставлено 80 новых современных трамваев. Поставка продолжается в этом году. Парк еще пополнится у нас на 23 вагона. За последние три года у нас приобретено 60 автобусов, 12 троллейбусов. Конечно, цифры как бы большие, но мы понимаем, что этого, конечно, недостаточно. Мы продолжим тесное сотрудничество с администрацией Краснодарского края, с депутатами законодательного собрания, чтобы программу по обновлению всего подвижного состава мы и продолжили и в последующие годы. Еще одно совершенно новое для города направление касается именно обновления троллейбусного парка. Мы начали их сборку на базе муниципального предприятия трамвайно-троллейбусное управление. Как я говорил, этот год у нас будет учебный. Мы планируем в этом учебном году для персонала и для сотрудников собрать 10 вагонов, а уже в следующем от 20 до 30 машин мы планируем собирать и обновлять, соответственно, троллейбусный парк муниципалитета. Много сейчас идет уже разговоров о том, что это предприятие, которое мы будем развивать, сможет и поставлять такую же технику в соседнее муниципальное образование, которое пользуется тоже таким видом пассажирского транспорта, как троллейбус, там и Новороссийский, и Армавир. Но в первую очередь мы должны обеспечить себя. Нам необходимо обновить 200 машин, и, конечно же, для нас это задача номер один. В 2020 году в Краснодаре планировалось у нас сдать 58 проблемных объектов жилищного строительства. К концу года удалось нам завершить 74 долгостроя. В общей сложности это 10,5 тысяч квартир. К слову, мой отчет должен был пройти вчера, но в связи с визитом генерального директора фонда защиты праводольщиков Константина Тимофеева я обратился к Верии Фодоровне с просьбой отчет перенести на сегодня. Вчера мы объезжали объекты незарушенного строительства во главе с губернатором Краснодарского края и, соответственно, с директором фонда Константином Тимофеевым. И вчера мы получили огромную помощь и беспрецедентную поддержку в решении вопроса по самым проблемным долгостроям. Я общий список зачитывать не буду, он действительно достаточно объемный, но такие объекты, как еще и Вдохновение, Клариса, Катарина Парк, Самоцветы и многие другие десяток объектов, которые вошли в соглашение, будут финансироваться на сегодняшний день из, соответственно, федерального бюджета. Задача, которая перед нами сегодня стоит, к 2023 году вообще, чтобы у нас проблем уже с объектами незарушенного строительства не было. Я думаю, что при такой поддержке мы с этой задачей справимся. Что касается ветхого аварийного жилья, здесь я хочу тоже поблагодарить депутатов Городской Думы за поддержку. Дома находились в таком плачемном состоянии, что я вынужден был обратиться к вам за перераспределением денежных средств. Нам крайне необходимо было вывести людей из аварийного фонда. И мы, не дожидаясь, соответственно, программы федерального финансирования, в 2018 году расселили 4 таких дома, в 2019 – 5, в прошлом году – 10, ну а в этом году мы планируем расселить 9 домов. Сейчас мы активизируем работу с фондом содействия реформированной ЖКХ, чтобы получить в том числе и федеральную поддержку. Я думаю, что в этом вопросе мы найдем решение и все у нас получится. С ростом населения растет и нагрузка на жилищно-коммунальную сферу. Вопрос модернизации сетей назрел уже давно. Наше предприятие ООО «Краснодар-Водоканал» совместно с администрацией города разработала программу на следующие 5 лет, это 2021 год по 2025 годы. Включительно в «Краснодаре» у нас планируют построить и реконструировать 57 километров сетей водостабжения, 50 километров канализационных сетей, реконструировать 23 канализационно-насосные станции, построить два новых водозабора и пробурить 31 скважину. Сегодня «Краснодар-Водоканал» ведет реконструкцию самого крупного комплекса очистных сооружений канализации в районе станицы Елизаветинской. В результате модернизации улучшится качество очистки сточных вод, а мощность сооружений увеличится почти вдвое. Кроме того, идет работа по борьбе с незаконными врезками. За прошедший год межведомственная комиссия обследовала почти у нас 5000 адресов, выявила 201 незаконную врезку в сети ливневой канализации. Незаконные врезки все затампонированы. В 2020 году «Краснодар-Теплосеть» произвело замену 914 метров сетей на тепломагистрали ТЭЦ «Центр города», питающей центральный район Краснодара теплом и горячей водой. К ветке теплопровода от ТЭЦ подключены почти 400 многоквартирных домов и 38 социальных объектов. Всего за прошедший год в рамках подготовки к отопительному периоду выполнили капитальный ремонт более 8 километров теплосетей. Большая работа проводится поставщиками электроэнергии для снижения аварийности на сетях и обеспечения растущих потребностей города. Одним из значимых событий города для краевой столицы является строительство компании «Россеть и Кубань» первой цифровой подстанции «Ангарская». Новый центр питания общей мощностью 50 мегаватт станет ключевым для потребителей в северо-восточной части города. В целом надежность электроснабжения повысится для 320 тысяч человек свыше 240 социально значимых объектов. В прошлом году у нас была проблема и аварии, которые приводили к перебоям со снабжением жителей водом, теплом, электроэнергией. Мы предметно работаем с предприятиями ЖКХ для обеспечения безаварийной работы. Администрация не является поставщиком коммунальных услуг, но нам удается влиять на инвестиционные программы ресурсников и совместно решать городские проблемы. Мы видим большую потребность в создании досуговой инфраструктуры, в первую очередь, конечно же, для молодежи. Да, бюджет города ограничен, но такие объекты, как спортплощадки, скейтпарки не требуют больших затрат. Поэтому в прошлом году мы сделали отличную зону для экстремальных видов спорта в Вишняковском сквере, построили бетонную скейтплощадку в сквере Дружбы народов, на очереди площадка в сквере в 80-летие Краснодарского края в юбилейном микрорайоне. Я уверен, что именно этот объект мы тоже в этом году вместе с вами сделаем. В планах создание нового молодежного центра событий на базе кинотеатра «Болгария». Для этого предстоит сделать ремонт в этом здании, так как арендатор, который до этого использовал, конечно, передал его в плачевном состоянии. Еще одно направление – это волонтерское движение. Я считаю, одно из лучших и самых сильных в крае. Я хочу поблагодарить всех молодых ребят, которые во время карантина и самоизоляции абсолютно бескорыстно помогали пожилым людям и людям с ограничениями по здоровью. Сейчас мы преобразовали эту работу в единый координационный центр взаимопомощи в период пандемии. Важнейшим направлением для нас по-прежнему остается поддержка молодых семей. Ежегодно они получают около 100 социальных выплат на приобретение и строительство собственного жилья. Ее размер составляет у нас от 600 тысяч рублей до полутора миллионов. Все зависит, конечно, от количества членов семьи. Но хочу отметить, что 60% денежных средств, которые выделяются на эту программу, это деньги нашего местного бюджета. Вместе нам действительно удалось многое сделать. Краснодар за прошедший год стал лучше, но мы понимаем, что это лишь очередной шаг на большом пути. Наш город должен двигаться вперед. И темпы его развития должны стать не догоняющими, а опережающими. Здесь многое зависит от слаженной совместной работы власти, общества, бизнеса. Сегодня я хочу поблагодарить за вклад в общее дело развития города тех, кому, конечно же, город Краснодар не безразличен. Вместе мы можем сделать Краснодар действительно современным, комфортным для жизни и удобным. На этом мой отчет завершен. Все сидящие в зале прекрасно понимают, что результат работы оценивается, наверное, не по отчету, который я сегодня даю, а по тем конкретным делам, которые мы делаем. Вы, уважаемые депутаты, находитесь в постоянном контакте с населением, с нашими избирателями. Безусловно, они нам доверили управление городом, и я думаю, что это доверие мы вместе должны с вами оправдать. Спасибо большое.